Добрый день! С вами канал GT-класс и я Алексей Колчин. Мы уже рассказывали в предыдущих роликах о парадоксе кинетической энергии. И в комментариях к одному из этих роликов наш активный подписчик Лидий Григорьевич Клещельский напомнил нам о еще одной прекрасной формулировке этой задачи, которую я вам сейчас и изложу. Пусть у нас имеется горка, а на ней стоят санки. И эти санки скатываются с горки без трения, так что они приобретают скорость v, а дальше катятся по инерции. Значит, в исходном состоянии будем считать, что их потенциальная энергия была равна единице, а кинетическая энергия была равна нулю. А дальше потенциальная энергия уменьшилась до нуля, а кинетическая, наоборот, стала равна единице. А теперь посмотрим на всю эту ситуацию с точки зрения пешехода, который идет со скоростью v в том же направлении, в котором скатываются санки. И для него в конце санки кажутся неподвижными. Скорость их относительно этой системы отсчета равна нулю. А горка движется назад со скоростью v, и санки в исходном положении тоже движутся назад с той же самой скоростью v. Тогда получается, что в начальном положении санки имели потенциальную энергию, равную единице, и поскольку они катились со скоростью v, то они имели еще и кинетическую энергию, равную единице. А в конце потенциальная энергия уменьшилась до нуля, и в этой системе отсчета санки неподвижна, значит и кинетическая энергия уменьшилась до нуля. Ну и стало быть, полная энергия стала равна нулю. А в начале полная энергия была равна двум. И спрашивается, куда же делась эта энергия? Не могла же она просто исчезнуть? И вообще-то из предыдущих роликов мы знаем, куда делась эта энергия. Конечно же, она не была никуда потеряна, а была передана Земле в этой системе отсчета. Но остается вопрос, как именно это произошло? Какая сила действовала на Землю? Так что она ее немножечко разогнала и увеличила ее энергию ровно на две единицы. Ваши соображения на этот счет, пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.